вот есть это прижатие поясницы жабку будем делать давать для этот принцесса лягушка бы то жабка правильно ну так что есть жабка есть лягушка здесь на самом деле из два упражнения но жабка это уже такое упражнение посложнее очень крутое особенно для мужчин тестостерона будет очень много кстати опять же одно из при в чем еще плюс упражнение да на профилакторе особенно для мужчин максимально большое количество крови собирается в органах малого таза да то есть это в принципе естественная выработка тестостерона идет потому что многих мужчин проблемы почему начинают сидящий образ жизни никакого кровообращения в мышцах малого таза недостаток крови гормонов тра-та-та-та-та естественно проблемы поэтому после этого ой берегите ваши девушки скажут мне спасибо и клиенты там и понеслось вот еще по себе скажу и каждый день и не раз вот поэтому это на самом деле очень хорошо для мужской еды и женской половой системы тоже короче плюсов немерено жабка значит почему жабка 10 20 градусов держимся угол тот же самый то есть пока мы ничего не меняем за верхние рукоятки так есть опять же все с гусеники все само вытяжение до делаем само вытяжение а удожди ну подожди давай все само вытяжение делайте хотя бы там секунд 56 то есть сразу ну вот это мы ничего не сделали нужно медленно очень много мысль очень много позвонков прогнулись подали таз вперед мишка есть и зато поднимай ножки так теперь смотрите мы разводим максимально колени стороны пяточки сходим я ничего с тобой не сделаю здесь много людей вот исходное положение то есть мы стараемся максимально свести стопы и максимально развести колени насколько можно вот исходная позиция для выполнения принцип тот же самый то есть наша задача втянуть максимально берегу кость до в таз не отрывая поясничного отдела и следите еще чтоб не было вот это в процессе потому что хочется честно скажу хочется свести потому что как-то она сама физиологично важно соблюдать вот эту позицию максимально разведены ноги стопы вместе и вдавливаем давим 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 6 8 секунд потом обойдем вперед вдох и снова вдавливаем очень крутое упражнение опять же для теста остеерона это бомба потом ощущение хорошо пускай ножки аккуратно ощущение в приводящих мышцах вот 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 просто вот здесь все что идет возле паховой части обалденно и пресс очень сильно работает ну упражнения на первой тренировке давать не надо то есть на первой тренировке вам будет достаточно там дать скорую помощь спина живот научить гусеницу будете учить минут 15-20 я сам когда пришел думал что я умею руководить своим телом нифига я не умею руководить своим телом как оказалось и пока меня научили вот так вот вот этому движению ну где я его использую в зале только дома и то ночью наверно в зале то ты это не делаешь ничего а мне пытается как-то что-то я не могу понять я привык там становую делать гиперэкстензию не знаю тут мне пытается что-то такое мокрый был 15 минут учил мокрый вообще это потом пошел домой занимался дома пришел следующий раз меня опять раздолбали нет не то все заново вообще я очень благодарен этому человеку который меня учил потому что действительно как профессиональный тренер была настроена на результат вот пока не выучишь вот это движение говорит мы дальше двигаться не будем уж месяц учить будешь приходить ко мне месяц пока не научишься вот вот два движения вот этой гусеницы есть жабку так вниз головой сейчас будем делать упражнение вниз головой аккуратно ручки под поясницу руками есть 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 значит профилактор оставляем под этим же углом вот если поясница отвалится туда на вам к нам да сейчас разбираем еще вниз головой три упражнения и делаем перерыв значит что касается упражнений вниз головой угол соблюдаем тот же самый не нужно сейчас чтоб ты присела ножки поставишь вот сюда и опустишься отлично аккуратненько опять же да то есть мы ложимся аккуратно чтобы каждый позвонок растерялся есть ручки выпрямь за голову уж вытянутся пока чуть-чуть привыкнуть сразу не выполняйте что-либо если вы или не с головой не выполняйте сразу упражнение дайте чуть кровяносто системе привыкну до под этот отрицательный угол так сейчас сейчас есть теперь что мы делаем слегка ноги согнуты всегда для чего для того чтобы мы могли максимально прижать поясничку то есть на прямых ногах данном случае это сделать очень сложно да и не нужно поэтому ноги всегда слегка согнуты поясницу стараешься прижать максимально теперь я его называю зомби сейчас увидите чем подними ручки ладошки друг на друга вот так вот исходное положение смотрим да опять же ноги в каретке колени слегка согнуты поясница прижата есть теперь делаем вдох и на выдохе пальчиками и подбородком плечами тянемся вверх отрывай голову тоже вот так да то есть мы тянемся вверх не отрывая поясницы максимально стараемся развести лопатки то есть растяжка грудного отдела идет хорошего сокращение мышц пресса тянемся пальчиками вверх 6-8 секунд чувствуешь как он начинает у тебя медленно опускаем сначала грудной позвонок потом уходит шейный позвонок и опустилась дышим пресс вот поверьте мне в таком хламе потом просто вроде бы что и сделал статику просто статику там 10 сантиметров да ну ты сейчас сама на себе ощущаешь 15-20 секунд потянулись до ножки расслабили теперь снова сгибаем их опять же выставляем ручки так пальчики делаем вдох и пошла тянешься до сбоку смотрим поясница не отрывается лопатки максимально растягиваем друг от друга подбородок тянется вверх и тянемся руками там зарплата даю достать но не оторвать поясницу тянемся хорошо медленно опустились и расслабилась понятно да то есть какие моменты еще раз ноги слегка согнуты поясница прижата это очень важно соблюдайте это потому что многие когда пытаются сделать это на прямых ногах еще и отрывает поясницу привет будет понятно очень круто прорабатывается очень круто вот просто делаешь вот тем начинают так типать это нормально не говорите человеку там ну-ка не трусись там еще что-то это нормальное состояние вы когда сами почувствуете поймете что ничего здесь плохого в этом нет есть летучая мышь летучая мышь бэтмен делаем руки за голову замок ставим сюда хорошо и замок не разжимать то есть важно что при выполнении упражнения замок мы не должны разжимать он даже все время сохранился в таком в такой позиции есть теперь опять же слегка сгибаем ноги опять же прижимаем поясницу мы готовы к выполнению упражнений есть теперь наша задача мы делаем группировку сгибаем локти друг другу округляем голову лопатки растягиваем и скручиваемся метровая поясница вот лишь умничка то есть локти стараемся приблизить максимально друг другу лопатки разводим мы растягиваем шейный отдел грудной отдел статика идет на мышцы пресса давление на поясничный отдел очень хорошее упражнение для проработки грудно шейно-грудного отдела медленно опускайся если вот у меня когда болит шея там бывает или голова я делаю вот это упражнение я делаю движение зомби и сейчас боковые наклоны потом удивля одевает петлю глиссона если ли с вами разберем для мыши 20 минут вот честно вот такие погоды да дурацкие то есть такой дождь солнце ну давление вот так вот 15-20 минут поработал просто встаешь ну вообще вот ощущение нереально вот просто голова вообще что ты только что проснулся вот это кажется нонсенс но это таки есть это все вроде бы просто мы просто я же повторю что где-то там какой-то сосуд передавила там или просто спазмером спазмер на к это мышцы вам дискомфортно все вы поработали вы ее расслабили вы ее нагрузили расслабили растянули и ты становишься такую всю жизнь прекрасную лишь какие-то силы активизирует давай еще раз вдох и поехали вот и максимально друг другу замок не разжимать ноги слегка согнуты поясничка нету и ты должна добиться вот здесь вот растяжение почувствовать как у тебя шейка вытягивается ну и понятно что прорабатывать если конечно у человека там какой-то шейный остеохондроз или проблемы шеи то нужно быть очень аккуратно улучшены на вообще это упражнение не давать вот почему потому что вы не знаете степи сложности вот поэтому что касается данного упражнения ну в принципе опять же по опыту такие люди не придут что там прямо ничего нельзя делать только можно какие-то два-три упражнения они идут в центр и не ящик я себя не считаю специалистом в этом да я грубо говоря любитель да ну я знаю много но я никогда не скажу что я специалист в работе профилакторами ну потому что мне просто не такой практике которые есть у людей которые работают специализированных центрах потому что я когда обучался я видел там такие переходят вот такие перетянуты я бы не взялся за этого человека не потому что я слабак просто и у меня нет столько опыта и нет столько знаний чтоб я мог работать с такими проблемными клиентами но они у вас не будут я повторяю есть дальше боковые изгибы вниз головой очень круто упражнения но настолько способствует растяжки именно боковой стенки тела то есть широчайшие мышцы косые мышцы вот ощущение как будто тебя вот в такое положение натянутого лука сбоку да вот вытягивается начинаю все от тазовой кости и заканчивая аж подмышечной впадиной и вот мы должны этого упражнения в этом упражнении пытаться добиться этого ощущения так 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 есть значит быть потянулась хорошенечко ручками данном упражнение ноги могут быть прямые если не можете прижать поясницу допустим не буду слегка согнутым я когда уже делаю я уже достиг того что я меня подвижность позволяет я полностью вытягиваю ноги и тянусь данном случае ножки чуть согнуты поясница прижата да опять же всегда я просто сейчас чувствую да но вы всегда когда будете работать контролируйте вот это положение потому что если вы будете сверху вы нифига не увидите соответственно как бы вдруг он там что-то не прижал начнет делать эффективность упражнения падает поэтому всегда контролируйте чтобы никакого просвета здесь не было есть теперь что касается боковых изгибов в данном случае начнем с левой руки чтоб вам было видно наша задача вот это рукой мы тянемся сверху правой вытягиваемся в диагональ вот таким образом чтобы мы пальчиками тянулись уходили в диагональ на нашла растяжка то которые когда добиваться растяжки которая говорил начиная отсюда она сразу не придет этого нужно добиваться вы сначала будете чувствовать здесь здесь вы здесь и добьетесь все растяжки то есть мы пальчиками все время тянемся добиваясь бокового изгиба вот этого и растяжки расслабили ручку и вторая пошла накрывает поверх очень хорошо расслабляет позвоночник широчайшие мышцы косые мышцы пресса и всегда тянитесь не просто так что бывает когда ленивый клиент он просто руку поднял и типа делает вид если если вот просто вот если он просто вот так вот лежит и вы видите что здесь ничего не происходит то есть вы видите что должна пойти дуга вот 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 важно чтобы вы сместились в сторону той руки которые вы тянетесь вот у вас пошла растяжка ощущение конечная цель ваша вы должны добиться еще раз повторю косые мышцы широчайшие вот где они крепятся вот здесь вот тазу да берем воздушным костям растяжку по всей длине вот это боковые изгибы то есть мы таким образом до три упражнения в первом упражнении мы растянули грудной отдел во втором упражнении летучая мышца мы затронули еще шейный отдел а в этом упражнении мы затронули поясничный отдел широчайшие мышцы косые да то есть три упражнения которые прорабатывают все дела позвоночник но лучше не забывайте особенно старте что конечно когда вы сделали упражнения нельзя так долго лежать вниз головой вы сделали к примеру там три подхода до аккуратно нужно встать потому что опять же но может быть человека проблемы с давлением кипал вниз головой так долго вообще не находился уже лет так непонятно сколько а вы его сразу положили еще заставляете что-то делать динамикой может давление внутричерепное подняться поэтому очень рискуем потом сделали два-три подхода ручки по поясницу до голова сворачиваюсь не сидишь не встаем просто сидишь ровненько ручки на колени поставь все таки таким образом человек просто отдыхает на понятно есть поэтому сделали два-три подхода сели потом снова лечь не надо лениться что там человек вставал он все равно должен вставать не надо чтобы он все там упражнения лежал и на одной тренировке вообще если вы ознакомливаете давайте по одному упражнению дайте просто там зомби к примеру да тянемся вверх все три упражнения у вас тренировка вообще на старте должна быть там 30 минут то есть вы примеру 30 минут поработать в зале и 30 минут на вас там будут стоять в зале и пошли работать на профилактор то есть час не надо работать с человеком час не работает это это очень много и особенно на старте так вы всегда будете микшировать я потом позже расскажу я очень много применяют комбинации одно упражнение на трэксе к примеру одно упражнение на профилакторе одно на тренажере одну на профилакторе то есть когда я модифицирую с различными тренажерами потому что когда уже человек крепкий опять же просто для профилактики многие упражнения можно выполнять которые задействуют там ягодичные мышцы большую среднюю ягодичную мышцу мышцы спины поэтому я еще и микширую с работа на тренажер то есть его можно давать и здоровым людям просто для профилактики и для проработки это я все потом расскажу как вы чувствуете нормально себя чувствую да 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 то есть полет я попросил я просто это мне сказать после я шучу и на самом деле ощущение просто обогащение кислородом вот это круто что ты не принимаешь никаких кислородных коктейлей который является бредом ну кислородный коктейль когда сырю как его пьют и думают что мне нравится выпил коктейль все вот из кислорода вышел кислород не усваивается через желудок